Всем привет, с вами Darkfire и это выпуск Awesome Mechanics под номером 2. В предыдущем выпуске я говорил, что мы в этом выпуске поговорим об обыгрыше некоторых паттернов и ритмике, но этого не случится по одной маленькой причине. Я мудак? И нет, не то чтобы я не хочу об этом рассказывать, просто мне кажется я начал немножечко не с того материала. В стиле нажать это конечно важная штука, но вот если у вас на мониторе будет все блистать, сверкать и появляться разные девочки со своими фразами о достижении комбо, это будет немного мешать концентрироваться на карте, не правда ли? Поэтому я думаю все же мне стоило начать именно с настроек игры. Зайти туда просто, либо через меню, либо нажав Ctrl-O. И первое что мы видим из того, что действительно важно, так это ветка обновлений. Есть две стабильные, бета и экспериментальные. Различаются они лишь только в скорости добавления всяких фич на них. Вначале обновление поступит на экспериментальную версию, если оно пройдет некоторые испытания, поступит на следующее. Как и в любой игре здесь есть ограничение FPS, но больше не значит лучше. Поэтому во время игры лучше его попросту убрать, чтобы избежать лишнего input lag. Счетчик FPS отображается в правом нижнем углу экрана и показывает FPS и сам input lag. Следующие же три пункта позволяют избежать некоторых микролагов, которые могут возникать из-за неправильной работы компа или самой игры. Дальше же находятся параметры экрана, именно разрешение, выбор полноэкранного или оконного режима и черная рамка, которая затемняет все остальное пространство, которое не занимает игра в оконном режиме. А далее самая важная часть настроек, которая позволит вам играть максимально удобно и не терять концентрацию, а именно это детализация. Здесь же лучше отключить абсолютно все параметры. Отключенные ползущие слайдеры позволяют увидеть слайдеры целиком, а не постепенно. Фоновые видео и сториборды банально мешают концентрироваться на кругах, а также жрут немного процессов компьютера, так что их лучше также выключить. Комбо-всплески это девочка, которая появляется сбоку экрана и кричит, что вы набрали комбо, что также отвлекает. Вспышки от нот это вспышки после нажатия на круг, они также будут вас отвлекать. Ну и так как мы отключили все эффекты, эффекты шейдеров тоже можно выключить. Да и к тому же мы играем в обычную казальную игрушку на концентрацию и реакцию. Здесь нам ни к чему красивые эффекты, которые только и будут, что нас отвлекать. Взглаживающий фильтр также лучше отключить во избежание расплытия некоторых объектов. Далее идет формат скриншотов, который остается на ваше усмотрение. Либо хорошее качество, либо плохое. Ну, тут банальная эстетика, лучше выбрать хорошее качество, это приятнее. Дальше идут эффекты меню, а это падающий снег, как вы видите на экране. Параллакс, а именно это означает, что фон будет сдвигаться, так как вы дергаете мышкой. Далее же идут советы новичкам, не знаю зачем они нужны, боюсь осу-туториал и мое видео. При включении голосового приветствия осу будет вас приветствовать, так же как и использование музыкальной темы осу. Дальше ее показ миниатюр, а именно показ уменьшенных версий БГ на списке карт. А далее идет самая важная настройка, а именно затемнение фона, которое необходимо установить в 100%, ибо распознать круги на темной поверхности намного удобнее, чем на цветной. Далее прогресс прохождения карт, это может быть круг, это может быть полоса, которая может быть расположена где угодно и будет заполняться с временем прохождения карты. Дальше шкала точности, и вот тут лучше выбрать отклонение от нуля, чтобы точно видеть вы жмете раньше нужного момента или позже, и потом делать какие-то выводы. Размер этой шкалы на ваше усмотрение. Показывание нажимаемых клавиш полезно для стримеров, но не очень полезно для самих игроков, потому что это занимает лишнюю часть экрана. Показывать первую ноту при игре с хидденом не очень полезно для новичков, потому что они не играют банально хидден, а вот для опытных весьма нужная опция. Далее идёт две настройки мании, в которые я совершенно не шарю и не играю. Так что здесь абсолютно на ваше усмотрение, как хотите, так и ставьте. Далее идёт фильтр, если вы не хотите видеть карты ниже какого-то старрейта и больше какого-то старрейта, например, больше 8, вы просто ставите ползунок до 8, и карты больше 8 звёзд не будут показываться вам в меню выбора карты. Далее идёт устройство вывода. Хоть чупа-чупс вставьте в гнездо и посмотрите, будет ли это работать. Эффекты громкости подбирайте каждый под себя. Мне, допустим, удобно, чтобы я слышал эффекты нажатий. Нажав игнорировать хит-саунды, вы игнорируете хит-саунды, которые заложены в самой карте. Это бывает полезно, потому что там бывает полная дичь. Да, и играть лучше всегда с одинаковыми хит-саундами. А вот мастер настройки аффсета лучше вообще не трогать, особенно новичкам. Аффсет такая штука, которая сдвигает ноты относительно звука, если вдруг вы слышите слишком рано или слышите слишком поздно музыку. В будущем вам же, скорее всего, придётся его настраивать, потому что под разные моды используется всё-таки разный аффсет. Например, с Хидденом лучше использовать немного отрицательный, с ДТ ещё более отрицательный, с ХР у каждого игрока он свой. Может быть, как плюс 10, так и минус 10. Далее идут настройки скина, а именно как он выглядит, выбор различных скинов, просмотр, открыть директорию скина и экспортировать скин в ОСК-файл. Далее ещё одна важная функция – это игнорировать скины всех карт. Потому что порой мапперы пихают туда довольно экстравагантные скины, которые будут вам мешать играть. Также необходимо поставить свои хит-саунды и свою озвучку интерфейса, чтобы не было никаких неожиданностей при прохождении карты. Ну, свой скин для тайка, если вы играете в тайка, и свой курсор из скина. Область действия курсора всегда будет одинаковая, а вот размер можно менять, но автоподстройку лучше всё-таки отключить. Не стоит делать курсор слишком маленьким или слишком большим. А также не стоит окрашивать шарф-слайдеры в цвета комбо. Далее идёт самая важная настройка – это чувствительность мыши. Ни у кого не спрашивайте, кто на какой сенсе играет. Это чисто ваша настройка, за которой зависит только от ваших параметров. Допустим, кто-то играет в Counter-Strike на максимальной сенсе. Значит, и здесь у него должна быть большая сенса, а если это планшет, то маленькая область. Или абсолютно всё наоборот. Также рекомендуется включить отображение активной области, чтобы случайно не свернуть игру или не нажать на второй монитор, если он у вас есть. Осторожнее с ограничением курсора. Если область планшета вместе с чувствительностью мыши меньше, чем размеры окна осу, то всё же лучше что-то из них увеличить. Ибо вы просто не будете дотягиваться до углов и сторон. Также рекомендуется выключить колёсико и кнопки мышки во время игры. Ну, если вы, конечно, не играете на мышке. Кек. Волны при нажатии также лучше вырубить, потому что это дополнительные эффекты. Далее идут назначения кнопок в осу стандарт, в тайка, в ктб, в мани и внутриигровом геймплее. Тут ставьте всё как удобно. Именно под те пальцы, которыми собираетесь играть. У разных игроков это могут быть разные пальцы. Указательный и средний, средний и безымянный, большой и безымянный и так далее. Далее идут поддержки, а именно поддержка таблет PC и поддержка ещё какой-то неведомой хрени, которую они тут придумали. В общем, врубите только таблет PC, мало ли у вас какой планшет. А теперь снова фоновое видео, но только это уже относится к редактору. Если вы ещё не мапали или не собираетесь мапать, отключите всё и попросту не парьтесь об этих настройках, пока не соберётесь мапать. Работа же этих эффектов будет отображаться только в редакторе и отображаться только тогда, когда вы воспроизводите какую-то часть карты. В общем, пока что новичкам это вообще не нужно. Так что смело всё вырубайте и переходим дальше. Дальше же идут ваши приватные настройки оповещений и личных данных. Тут всё на ваше усмотрение, читайте, ставьте галочки. А далее идёт интеграция с некоторыми сервисами, такими как Yahoo или MSN. Yahoo можно смело вырубить, а вот MSN лучше оставить тем людям, которые используют OSU Stream Company на стримах для отображения какой-либо информации о карте или об игре. Далее тут настройки чата, тут всё по вашему усмотрению, ставьте что хотите. Далее тут общие настройки и дебаги, которые тоже не особо пока что и важны. И я думаю ещё немного важной информации, но её не услышат те, кто не досматривает видео до конца. Ага, так вам и надо. И первое это выбор скина. Я вам рекомендую выбрать скин с двумя цветами комбо, не больше. Вы просто будете путаться между ними. Также рекомендую использовать в нём весьма чёткие и громкие хит-саунды. А также весьма заметные фоллоу-поинты. А также важная новость номер 2. Отключите нахрен Windows Aero. Что ж, всем пока.